Прежде всего, конечно, чувство горечи и потери, потому что вот с течением времени только усиливается понимание того, какая дыра, какая брешь образовалась в окружающей действительности. Человека такого калибра не было, нет и не будет. Вот сейчас, спустя два с половиной года после убийства и 58 лет именно сегодня, со дня рождения, это совершенно очевидно. Два с половиной года, как его убили демонстративно, на фоне Кремля, с особым цинизмом, что называется, и мы знаем, что до сих пор даже власть не удосуживается пытаться найти организаторов и заказчиков этого злодейского преступления. Уже, наверное, не только нам, но и всем ясно, что при этой власти убийство это так и не будет полностью раскрыто, но история конца не имеет, поэтому рано или поздно я уверен, что будут найдены реальные заказчики, реальные организаторы и убийцы, исполнители этого преступления. Я чувствую радость, что он родился на этот свет и горе, что он ушел, вернее, его ушли вот таким вот ужасным образом, потому что человек был незаменимый для нашей страны и вообще прекрасный просто человек. Три года уже третий раз, когда мы празднуем его день рождения, без него. Тем не менее, спасибо ему огромное, что он был. Как мы придумали акцию. Дело в том, что Борис Ефимович всегда выступал исключительно за мирный протест. Он всегда был против любой крови и любой революции. Мы решили, что шарики в небе – это самое мирное, что только может быть. Нет более мирного символа, чем шары в небе. 55 белых шаров – это годы, что Борис Ефимович был вместе с нами, и три красных – это третий день рождения уже без него. Мы хотим их все выпустить в московское небо, здесь, над мостом. Четыре, три, два, один. Поехали. Прекрасно. Борис Ефимович знает, куда лететь. Где главный этот фронт работ, что называется. Не, на самом деле, хотелось что-то такое сделать, чтобы не просто в фейсбуке сидеть друг другу, выражать какое-то возмущение, а чтобы это было что-то реальное такое, что руками потрогали, перемейте витрировал, вот тут глаза. По-моему, все хорошо, да? Я же не лягом.